30 января в зале заседания района администрации прошло очередное рабочее совещание. Главе района Андрею Дорошевскому и его заместителю Марине Наумейко вручили благодарственные письма от Минспорта края за вклад в подготовку сборной для участия во всероссийских летних спортивных играх. На совещании обсудили итоги исполнения консолидированного бюджета края и местных бюджетов по доходам по муниципалитету за 2022 год. Поступило налоговых и неналоговых доходов на общую сумму 5 миллиардов 234 миллиона рублей. При этом бюджетное назначение плановое обеспечено на 103,9 процента. Общее снижение налоговых и неналоговых доходов к уровню 2021 года в денежном выражении составило свыше 211 миллионов рублей. Снижение произошло из-за двух крупнейших налогоплательщиков района – Ильского и Афибского НПЗ. Первый изменил прогноз на прибыль из-за санкционного давления, а второй произвел возврат средств. Глава района подчеркнул, что стоит стараться обеспечить профицит бюджета. Один из способов – снизить недоимку по земельному налогу в поселениях. О состоянии преступности среди несовершеннолетних по итогам 2022 года и мерах по ее профилактике доложила исполняющая обязанности начальника управления по делам несовершеннолетних Елена Сидельникова. Разработан комплексный план межведомственных мероприятий, направленных на профилактику преступлений несовершеннолетних и в отношении детей. Жестокого обращения с ними, выявления семейного неблагополучия, предупреждения травматизма и суицидального поведения несовершеннолетних на 2021-2023 годы. По данным управления, роста преступности среди несовершеннолетних за прошлый год не допущено. Обсудили недавние трагические события в Курганинском районе, где при пожаре погибли трое детей. Чтобы не допустить подобной трагедии в нашем районе, нужно продолжать работу по установке пожарных извещателей в домах многодетных семей.